Хочу поговорить сегодня про транслангвиджинг. Вообще транслангвиджинг – понятие одной из самых модных в методике преподавания и прикладной лингвистики последнего десятилетия. Да, его это понятие как раз иногда и упрекают за излишнюю что ли модность, то есть раньше него появились термины типа переключения кода, смешения кода и билингвального образования, клила или даже просто использования родного языка на уроках иностранного, что было распространено уже при преподавании латынь в средние века. Какой же грамматико-переводной подход без своего рода транслангвиджинга, хотя, возможно, и узко трактуемого? Так, помню, на семинаре по мультилинговальности преподавательница заинтересовалась тем фактом, что я в средней школе, когда изучал английский, вполне мог использовать родной язык сколько угодно, и школьные педагоги использовали русский язык на уроках английского, и потом вузовские на инъязи тоже, хотя последним никакого труда не составило бы говорить только на английском, и их бы понимали, но все равно никому не хотелось впускать возможности перевести фразу художественно или даже дословно, так же, как и не чурались объяснения мудреной грамматики на русском языке. И бирмингемская преподавательница удивилась и сказала, какая же у меня была, значит, продвинутая средняя школа. Но это, конечно, не так школа была самая обычная, просто там не было установки на одноязычие, на моноязычие как таковое в средней школе на постсоветском пространстве пару десятков лет назад никому бы в голову не пришло, что на уроках английского негоже использовать родной язык учащихся, учителям бы не очень даже понятно было, как на первом году обучения с дерзкими оболтусами можно использовать только английский на уроке, и как можно пытаться ограничить использование русского у учеников друг с другом. Правда, работа в парах столь популярная в это же самое время во всем мире, в постсоветской лингвистической культуре тоже отсутствовала, поэтому учеников ругали не за то, что они разговаривают на уроке английского по-русски, а ругали за то, что они на уроке вообще разговаривают друг с другом, а не в ответ на вопрос учителя и не в рамках зазубренного диалога из основного учебника. Поэтому, чтобы понять, что такое транслэнгвиджинг, нужно хорошо понимать, в каком образовательном и академическом контексте он появился. В какой-то степени он, транслэнгвиджинг, как черный квадрат Малевича. Это своего рода протестный манифест, и без понимания предыдущей истории искусства квадрат смысла особенного, ну, или художественной ценности не имеет, не представляет. Транслэнгвиджинг пришел на смену многим десятилетиям монолингвальности. Начиная с аудиолингвализма, родной язык на уроках английского совершенно не приветствовался. Коммуникативное влияние родной язык объявляли опосредованно, вне закона, потому что не без основания, апологеты коммуникативности заявляли, что, чтобы научиться говорить на иностранном языке, нужно говорить на уроке только на этом иностранном языке, а не на родном. Родной, следовательно, только отвлекает от иностранного. Поэтому зачем он нужен? Гуманистические методы типа сугистопедии разрешали использование родного языка, а комьюнити и лангвидж-левлинг как метод был в своей сердцевине блингвальным, но это все в мировом масштабе западной педагогики, которая очень быстро, кстати, была экспортирована на восток. Это все была такая маргинальная эзотерика. Я имею в виду сугистопедию и комьюнити и лангвидж-левлинг. При экспортировке на восток принцип монолингвальности пресловутый только усилился. Монолингвальность в виде носителя языка как идеального преподавателя стала хорошо продаваться. Учебники глянцевые тоже рассчитывали на монолингвального носителя. Так что их гигантское распространение только закрепило тренд. И в контекстах изучения английского как иностранного от Турции до Китая укоренился стереотип, что родной язык вредит усвоению иностранного. Поэтому на уроках родного языка быть не должно. Я имею в виду на уроках иностранного языка, ну в данном случае английского. В контекстах английского не как иностранного, как второго языка, то есть при изучении английского иммигрантами внутри Соединенных Штатов, Канады и Великобритании, упор на монолингвальность был даже еще, кажется, сильнее. Родной язык у детей-мигрантов часто запрещался не только на уроках английского и других предметах в целиком англоязычной школе, но и редко даже и дома. Это у высоколобой академической публики. В США типично среди демократов были инициативы ведения, скажем, испанского в южных штатах, как второго языка официального или полуофициального. Но сами латиносы, выходцы из Латинской Америки, были категорически против. Они хотели, чтобы их дети росли англоязычными американцами без акцента. Они уехали из какой-нибудь Венесуэлы совсем не для того, чтобы сохранять свой язык и культуру с целью ассимилироваться, купить большой дом, дать детям престижное образование, купить машину на каждого члена семьи, получить грин-карту, а потом и гражданство, ну и забыть испанский и свою родину Венесуэлу, к примеру. Дети же успешных эмигрантов, как ни странно, бывает настроены против мультикультурализма в разных его проявлениях, даже против эмигрантов. Как бы парадоксально это не звучало. Например, забавно, но против эмигрантов в Британии сейчас высказываются совсем не англо-саксонец Риши Сунак и бывшая глава местного МВД Суэлла Брейдерман. Родители Суэллы приехали в Англию, кстати, из Маврики и Кении, соответственно. Так что успешные эмигранты и их потомство оказываются типа большими марксистами, чем сам Карл Маркс. Понятное дело, что они часто наоборот придерживаются не марксизма, а довольно правых взглядов, в смысле политическом, и сами выучив английский язык и усвоив англоязычную культуру, совершенно не хотят оглядываться назад или разрешать приезд в большом количестве новых эмигрантов, которые не будут с утра до ночи изобретить English, а сядут на пособие и сохранят родные языки. То есть ассимилированные эмигранты против неассимилированных и против блингвальных практик, таких как транслэнгвичинг. Так что транслэнгвичинг — это в том числе реакция, вполне себе политизированная, политизированная реакция против монолингвальной языковой политики. Это не просто прикольный и модный постмодернистский термин на смену заезженному кодсвичингу. Это новая оптика, новый подход, вполне в лоне критических теорий и леволиберального активизма. Если понимать его в контексте, то транслэнгвичинг — это явление интересное, довольно практичное и в целом прогрессивное и разумное. Не без эксцессов, конечно, но это, опять же, нормально, доведенное до абсолютно любого направления. Человеческая мысль начинает попахивать абсурдом. Ну и так, мысли в сторону. Давайте все же поговорим о транслэнгвичинге. Переводить данный термин на русский, признаюсь, сложно. Трансязычие или междоязычие, они не очень подходят, и не потому что неловко звучат, а потому что теряют при поморфемном калькировании часть значения. Транслэнгвичинг идет от лэнгвичинга. Лэнгвичинг противопоставлен существительному лэнгвич, образован от этого существительного глагола или герунди, или что более, наверное, верно. Лэнгвичинг – это глагольное существительное с сынговым, собственно, окончанием, обозначающим процесс. Просто язык – это часто статика. Да, лингвисты с этим мнением не всегда согласятся, потому что они-то знают, как язык изменяется за несколько, скажем, веков, но при этом даже лингвистам сложно вырваться из заколдованного круга терминологии, где язык представляется статичным, предзаданным и дискретным. Замкнутая на себе система, человеческий язык, а не живой, как жизнепроцесс, в разных изменчивых исторических и социальных обстоятельствах. Транслэнгвичинг идет дальше, идет вперед и размывает грани между языками, между вариантами, диалектами, социалектами, диахроническими вариациями и прочими в пределах даже одного языка, или точнее того, что раньше имела тенденцию пониматься как один язык. Транслэнгвичинг доходит до того, что выступает против языков как понятия. И надо признать, доля рационального в этом своя есть. Английский, французский, испанский, китайский, русский. А первым взглядом все в порядке, потому что мы привыкли мыслить в этих категориях. Но эти категории не без своих проблем. Собственно, почему английский? Почему мы до сих пор называем его английским? Ведь на самом деле на нем говорит весь мир. И количество так называемых неносителей превышает количество так называемых носителей. Тем более в Англии. Может, правильнее было бы называть этот язык американским. Все же Америка сверхдержава, до сих пор достаточно однополярная в мире. Второй такой пока нет. СССР давно кончился. А в плане бизнесовом, культурно-экспансивном Америка опережает, если не весь мир, то уж старушку Англию точно. Да и во время расцвета Британской империи язык назывался не британским, а уже и тогда английским. Что даже исторически не всегда справедливо. Потому что, ну, помимо германского племени англов, от которого происходит слово английский, на британские острова перебрались еще саксы и юты. О саксах еще иногда вспоминают не в самых приятных контекстах. А куда теле, спрашивается ютов. А еще были фризы. К тому же, помимо германцев, на острова в свое время понаехало много-много северных мореплавателей, типа варягов-викингов из Скандинавии. Да и не на пустое место. Они приезжали, там жили, не тужили кельтские племена в очень большом изобилии. И геноцида кельтам особого не устраивали. История кельтов и приехавших после – это в основном сосуществование и взаимная ассимиляция, а не истребление и оттеснение, как в случае, скажем, было значительно позже с североамериканскими индейцами. Там с кельтами, варягами и германцами на территории Британии было больше метизации, смешения, хотя метистами бы их называли, если бы они относились к людям, которые отличаются цветом кожи. Но они не отличались цветом кожи. А исторически, лингвистически там был скорее такой вот, как мне кажется, южноамериканский, а не североамериканский колонизационный сценарий. А позже, во втором тысячелетии, понаехали еще и нормандские дворяне с территории современной Франции. Но дворяне – это громко сказано. Да, это были такие теодальные полевые командиры. Их родня и в английском столько французских корней. Если разобраться, корней романских, то непонятно, почему он до сих пор называется английским и не был переименоплен во французских. И тем более сегодня, сегодня, когда в Англии, особенно в больших городах, население вполне себе разноцветное, разношорстное. Белый тип англичанин составляет разве что неподавляющее большинство. Да, многие в Англии себя и англичанами, кстати, не считают. Они и шотландцы, и уэльцы, ирландцы и так далее. Поток иммигрантов внутри Соединенного Королевства в Англию, ну, то есть, допустим, из Шотландии в Англию, из Ирландии, северной Ирландии в Англию, переоценить за последние, ну, я не знаю, пять и более столетий сложно. И так со всякими языками, если начать разбираться, почему русские, собственно, русские? Если, как считают, корень варягский, рус, то название даже не славянское, да и в том, что можно считать центральной России потомков, финограф, например, тоже считать, не сосчитать, как кельта в Британии. Хотя их также и отделить, не отделить. А на испанском говорят далеко не только в Испании, наоборот, в Испании не все говорят на испанском. Помимо кастильцев есть еще каталонцы, как известно, и они не считают себя испаноязычными, несмотря на близость диалектов, если разбираться. Германия вообще долгое время не существовала, и на карте появилась она вместе с романтическими инновациями, скажем так. Ведь современные нации и привязанные к ним языки – это совершеннейший романтизм. И монолингвальные представления родом из этого романтизма. То есть, одна нация – один язык. Английский – англичан, французский – французов и так далее. У трансланглинга претензии как раз к этим, то, что они называют named languages – языкам с именем. Ну, или диалектом с армией и флотом, если вам больше так нравится. При ближайшем же рассмотрении, либо в исторической перспективе, эти языки как понятия расплываются до невнятности. Например, вопрос не безинтересный, на каком языке говорили славяне, пока их язык не разделился на десяток потомков. Лингвисты называют этот язык протославянским. Ну, как называли его люди, на нем говорившие? И как будут через 500 лет называть тот язык или такие языки, которые произойдут от современного русского? Идея национальных языков не обязательно ведет к процветанию он их. Может показаться, что если считать национальную, этническую общность, объединенную одним языком, чем-то собой, само собой разумеющимся, то все будет хорошо. Это довольно популярное мнение, но тут сплошные проблемы. Если язык большой, если на нем говорят очень разные люди в разных уголках планеты или одного даже крупного региона, то принцип «одна нация, один язык» не совсем работает. Британской нации не было, была Британская империя. И да, этнические англичане, потомки колонизаторов, рожденные, допустим, в Индии, когда ехали первый раз в Великобританию уже в 20 веке, сохранились, да, истории. И вот эти потомки колонизаторов, ехавшие в Британию из Индии, они говорили, что едут, наконец, домой. Этим они, кстати, вызывали страшное возмущение англичан-английских, потому что последние не считали англичан из Индии ни лингвистически, ни культурно равными. При этом оставаться в Индии для потомков колонизаторов тоже вызывало своего рода кризис идентичности, ведь они привыкли считать себя англичанами, а не индусами и неподанными Индии, которые государством до совсем недавнего прошлого не считалось. В общем, растворяться в индийских языках и культуре потомкам колонизаторов из Британии точно не хотелось. Окей, с большими языками проблем хватает. А что, если язык небольшой? Если язык маленький, то одна нация, один язык тоже принцип не без проблем. Да, довольно несложно, скажем, финнам из Финляндии. Для них эта парадигма частично работает. Частично, потому что доля мигрантов в стране тоже растет, плюс часть населения этнические шведы. Но если говорить, что финский язык принадлежит этническим финнам, то это значит говорить шведам и понаехавшим новоиспеченным гражданам из разных уголков мира, что финский не их язык, и учить им его не обязательно. Или это будет значить, что говорить им будут, что финский учить обязательно, как государственный язык, но он никогда не был их языком и никогда не будет их языком, потому что они и дети, и их внуки не будут чистокровными финнами. Поэтому более разумная риторика тут – это финский язык граждан Финляндии. Но это хорошо и значительно упрощает языковую политику. То, что финскому пока ничего и сильно не угрожает, как язык внутри Финляндии. А что делать с монолингвальными этнически связанными взглядами, например, в Шотландии? Гельский язык в Шотландии на грани вымирания, его реанимируют, реанимируют, но наталкиваются на проблемы с как раз монолингвальной парадигмой. Есть большой соблазн топить за идею этнических корней гельского языка. Типа, если вы потомок шотландских горцев, то вам не гоже забывать язык предков. Учите изо всех сил гельский и сохраните культурное наследие. И при этом, конечно же, открывать бесплатные школы и вводить язык хотя бы как иностранный в средней школе. Но тогда встает вопрос, а гелы кто? Потому что в школе окажутся дети этнических англичан, проживающих на территории Шотландии, или дети равнинных шотландцев, родной язык которых не гельский, не язык потомков кельтов, а язык, который называют скотс, то есть язык германской группы, еще могут случайно затесаться среди учеников в этой школе, ну, я не знаю, парочка афро-британцев и несколько индусов. Если всем нигелам давать возможность от языковых уроков по гельскому откосить, то кто тогда будет этот гельский язык возрождать? Поэтому этнические монолингвальные концепции – это тоже атовизм романтизма, и в смысле языковой политики чаще всего путь в никуда. Но это все-таки, да, макролингвистические, что ли, вопросы, языковая политика. Транслангвиджинг же вполне себе прикладное понятие и в ежедневных таких вот образовательных практиках. Позиция транслангвиджинга – это лингвосложение вместо лингвовычитания. Транслангвиджинг – это значит не учить один язык в ущерб другому. И также не учить два языка параллельно. Параллельно – это значит, например, английский на уроках английского, а на всех остальных уроках другой язык, официальный в данной стране или регионе. И смешивать языки нельзя, и у языков должна быть иерархия, английский как язык мировых элит на особым месте, как престижный, общегосударственный язык на первом месте, а язык национального меньшинства, какой-нибудь татарский в РФ или шведский в той же Финляндии, в такой логике будут на самой нижней ступеньке иерархии. Хотя, нет, еще ниже будут языки, которые вообще юридически не признаны. Татарский в Татарстане, кажется, имеет все-таки юридический статус, так же, как и шведский в Финляндии. А вот испанский во Флориде или какой-нибудь таджикский в Москве – вообще за гранью языковой иерархии. Но позиция транслэнгвиджинга против такого положения вещей. Позиция транслэнгвиджинга в том, чтобы приветствовать все языки и не табуировать ни один, и идеальный гражданин в транслэнгвиджинге – это билингв или мультилингв. Иными словами, полиглот в противоположность моноглоту. Монолингвальный мир моноглотов в транслэнгвиджинге не объявляется вне закона, но рассматривается, скажем так, крайне-крайне скептически. Владеть несколькими языками – это мировая здоровая норма. Владеть только одним английским, пусть даже и в качестве носителя, это скорее такая лингвистическая бедность и скудность. А в более радикальных позициях это будет выглядеть как… Ну, владеть одним английским – это лингвистический такой империализм или даже лингвистический расизм. По крайней мере, скучных моноглотов в транслэнгвиджинге, как языковую философию, особо хвалить не принято и не за что. Из позиции транслэнгвиджинга при этом нет идеального такого полиглота, который в совершенстве знает несколько языков и никогда их не смешивает. Транслэнгвиджинг считает и подчеркивает, и еще раз подчеркивает, что можно и нужно знать много языков в разной степени продвинутости. Какой-то из языков можно знать совсем чуть-чуть. И это в порядке. Парадигма транслэнгвиджинга предельно гибкая. Она разрешает любые языковые сочетания, языковые компетенции и языковые применения. И отказ от иерархии. Потому что, ну, иерархии порождают дискриминацию, да и просто мешают людям лингвистически жить и развиваться в большом, разнообразном и свободном нашем мире. Транслэнгвиджинг может проявлять себя на уроках иностранного или второго языка. Она может проявлять себя в семье, где больше одного языка, и в интернациональных коллективах, в самых разных организациях. И сейчас идет поворот в сторону от монолингвальных практик в направлении транслэнгвиджинга. Потому что, в общем, довольно сомнительно, что монолингвальные практики научно обоснованы и морально оправданы. Под монолингвальными практиками понимается не только, когда, скажем, англичане в Англии говорят на английском. Монолингвальный подход к двуязычию – это когда два языка в одной голове или в одном коллективе, в одном коллективе говорящих, рассматриваются как отдельные друг от друга сущности. И двуязычный человек по этой логике – это своего рода два одноязычных в одном теле, в одном плаконе. Языки ни при каких обстоятельствах с этой точки зрения, с монолингвальной точки зрения, смешивать нельзя. Однако встает все больше вопрос, а почему бы и нет, почему бы и не смешивать. Иболингвальность как параллельная монолингвальность критики не очень выдерживает, потому что люди редко владеют двумя языками независимо друг от друга. И не так часто бывает, чтобы два языка были развиты у одного и того же человека в одинаковой степени. Если иногда хочется как-то творческие языки смешивать, то тогда, то да, пожалуйста, сколько угодно. Так в семьях, где сразу несколько языков, транслангвиджинг просто торжествует. Да, часто в этом случае существуют семейные традиции и инициативы для разграничения языков. И иногда эти инициативы могут быть полезны, но к большому счету они не могут прекратить, не могут остановить транслангвиджинг. Да, пусть папа говорит с детьми на родном ему голландском, а мать на родном ей немецком, а бабушка с дедушкой на неродном для них, но в качественном английском, раз они, бабушка с дедушкой, английский хорошо знают, проживая всю сознательную жизнь в Лондоне. И все это происходит, например, ну не знаю, где, раз папа голландец в Нидерландах, где в детском саду, на улице и в школе в основном голландский, который сейчас более политкорректно называть нидерландским. На данном примере разницы этот факт особого значения не имеет. Разграничение языков в семье – это такая задумка, чтобы дети получали пользу от всех языков в данной семье и выросли многоязычными, ну, собственно, как и их родители и все прочие родственники. На деле транслангвиджинг все равно будет процветать, так как родители, они могут больше контролировать себя, чем детей, тем более детей малых. И бабушки с дедушками могут тихо языковую политику сегрегации в семье подрывать и говорить с детьми время-дремени не на глобальном английском, а на языках, с которыми сами бабушка с дедушкой выросли. Рассказывать ребенку сказку не на родном для рассказчика языке иногда напряжно. Плюс родители на словах могут очень даже поддерживать принцип языкового разделения. На практике в утренней зоопарке или в вечерней усталости принципы разделения будут, скорее всего, активно нарушаться. И плюс дети, если их более одного, будут говорить друг с другом, понятное дело, как им захочется. Регламентировать использование языков для трехлетних – это задача не самая легко выполнимая. Попробуйте. Да и языки используются не только в семье, об этом надо помнить, но и во вне семьи. Поэтому, чуть повзрослев, дети в такой многоязыковой, многоязыкой, я бы даже сказал, семье будут нести в дом, что называется, язык с улицы и язык из школы. В этом случае это будет, скорее всего, в нашем примере, нидерландский, и запретить им его дома будет проблематично, потому что постепенно именно нидерландский начнет у детишек доминировать. Это не аксиома, но крайне ярко выраженная тенденция, что дети иммигрантов в качестве основного языка, вырастая, приобретают не язык из семьи, а вырастают они с языком окружающего их мира, сверстников и государства, системы государственного образования. Но это не значит, что дети не вырастут многоязычными. Вырастут, но с разной степенью владения языками. Семейные языковые политики могут складываться не вокруг принципа «один родитель, один язык», а по принципу территориальному, скажем, на улице нидерландский, дома немецкий, а во время визитов к бабушке английский. Строго соблюдаться это тоже не будет, открывая, опять же, пространство для нашего любимого транслангиджинга, потому что на улице обязательно будет кто-то говорить по-немецки и по-английски, даже в Голландии, а родители между собой будут тяготеть к языку наименьшего сопротивления. Так происходит. То есть, если жена знает очень хорошо нидерландский, который ей не родной, но родной для ее мужа, то, скорее всего, они на нем и будут в основном общаться на нидерландском. А отнюдь не на ее родном немецком, который не сильно представлен вовне, за пределами дома, в месте их проживания, и особенно если муж немецким владеет слабо. Но при этом транслангиджинг, опять же, скорее всего, будет и между супругами, потому что рано или поздно, ну, допустим, у немки будут заканчиваться слова на голландском, и она будет вставлять свои немецкие пять копеек или латать коммуникацию при помощи, ну, допустим, нейтрального английского. Плюс, помимо языков, на которых в семье разговаривают, будут языки, ну, скажем так, языки в ландшафте. То есть, семья может смотреть сериалы на английском. Так как родители, допустим, достаточно понимают этот язык и хотят поддерживать свой английский для работы, да и на нидерландский, к слову сказать, не так быстро и не всегда все переводят. Радио может звучать на соседнем немецком. Общая граница рукой подать до Большой Германии из Нидерландов, а книги будут лежать на французском, а мультики будут показывать на всех языках сразу, в зависимости от спутникового канала одного из пяти десятков или десяти десятков, в зависимости от тарифа. И в интернете можно будет искать информацию на любом из знакомых языков. Так что разграничивать языки можно пытаться для поддержания хоть какого-то порядка, но в целом получаться будет сложно. Следовательно, с транслэнгвичным легче и разумнее как-то будет смириться. При этом, опять же, никто не мешает умеренно строгой языковой политике в семье для, ну, такого минимального лингвистического порядка и благообразия. Так же и в школе. На уроках иностранного языка в чистом виде можно и придерживаться этого языка на уровне среднем и выше. Иногда, если преподаватель это умеет, конечно, а методика в организации поощряет, то можно и бегинеров учить только на языке, который надо бы учить. Но вообще гораздо естественнее сначала говорить на родном и присутствие иностранного языка постоянно наращивать. Английский язык сразу на английском. Это прикольно. Я так умею, обычно даже люблю преподавать, но это для многих непривычных к такому учеников. Это настоящий стресс. Ну да, тут можно отвлечься и рассказать байку. Я, как упомнив, группу самого начального уровня английского, которую вел только на английском, на третьей неделе добавилась у меня новая ученица, тоже, соответственно, начального уровня. И я мог ее сразу же потерять. Нет, она бы не умерла, но она бы ушла. Потому что она выглядела, да, крайне растерянной, говорила, что ничего не понимает. Другие тоже не все понимали. Но я этого от всех учеников и не требовал. Но новая ученица не знала о заведенном у меня на уроке порядке и думала, что ее просто поместили в слишком продвинутую группу. Так что, да, из человеке-любивых соображений я перешел все-таки на русский. И студентка осталась в группе, прижилась к английскому. Я постепенно вернулся, может, через пару недель, но все равно не на 100% уже, как в начале, так как ученики увидели, что я могу для них чуть облечить процесс. И на это, очевидным образом, стали впоследствии рассчитывать. Ну, это у меня был контекст преподавания английского как иностранного в чистом виде. То есть, английский язык в качестве иностранного – это когда русскоязычный преподаватель английского учит русскоязычных учеников, не владеющих другими языками. Ну, это была, да, Москва, метро «Цветный бульвар». Но бывают другие расклады. Например, ситуация Клила, когда на английском, например, преподается биология и преподается учителем, которая инъязов не кончала, а училась, как и полагается, на биофаке своего областного вуза. Откуда же ей было знать, что в ее школе или в ее стране будут переходить на пресловутый Клил, то есть на преподавание неязыковых предметов на английском? Если не давать такому преподавателю и ее ученикам разрешение на транслангвиджинг, то это будут, ну, сплошные мучения и еще раз сплошные мучения, потому что никто во многих случаях не найдет, особенно поначалу внедрения программы Клил, биологов, которые свободно или даже очень хорошо владеют инглишем. Да даже если преподаватели вдруг английским почему-то владеют, то дети к биологии чисто на английском вряд ли готовы, и если не найти лингвистического компромисса, то не будет ни английского, ни биологии. Тут преподавателю не надо притворяться, что она отлично владеет английским. Если это урок биологии, то свой авторитет надо выстраивать на основании крепкого владения преподаваемой естественно-научной дисциплиной. И не стройте себя филолога. Тогда будет органично признаться ученикам в незнании какого-то английского слова или фразы и заглядывать в словарь или учебник. Тогда можно будет чередовать английский и русский, ну, в любой пропорции, с тяготением к постепенному увеличению английского. Но, возможно, произойдет это не за четверть, а на протяжении всего учебного года или даже на более длинных отрезках учебной траектории. Тогда не будет стыдно учительнице, когда кто-то из старшеклассников рано или поздно, или даже многие из этих старшеклассников окажутся более англоговорящими, чем их биологичка. И тогда она чему-то у них будет сама учиться и запрашивать иногда перевод. И можно будет читать параграф на английском, пересказывать потом на русском. И на следующем уроке, наоборот, менять и в любой другой пропорции. Если же пытаться закрытить учителю и ученикам в такой ситуации пользоваться родным языком, то это будет сплошной стресс-бестолк, как я уже говорил. И, ну, опять же, сценарии разные. И если преподавателем биологии будет, допустим, импортированная для этой цели специальная американка, то тогда она будет все вести на английском, но не запрещать деткам, если вдруг они будут друг другу подсказывать слова и идеи на русском, или на каком они там предпочитают разговаривать. Да, иногда сложно будет понять, где у нас транслэнгвиджинг, а где попытка ленивых учеников саботировать англоязычное преподавание биологии. Но надо тут просто разбираться, и можно как-то возвращать, я думаю, учеников с русского на английский, если учитель понимает, что они могут, могут данное и на английском, просто сейчас не хотят. И думаю, что в большинстве ситуаций, в большинстве случаев преподаватель будет довольно неплохо знать, знать довольно наверняка, кто на что способен из учеников, кто сбивается от незнания и застенчивости, а кто саботирует в наглую. Так что клил — это вопрос времени и опыта, и с транслэнгвиджингом легче, чем с дремучими моноклодскими предвзятостями. Так же и в ситуации, когда эмигрантам и их потомкам преподают язык предков. Язык предков — это как бы термин. Ну, я думаю, понятно без особенного объяснения, хотя у меня есть на эту тему отдельное видео трехлетней, наверное, давности. Да, вот бывает, что просто хотят сохранить родителям и детям дополнительный лингвистический капитал. Например, выходцы из Туркмении в США и Британии вряд ли захотят сохранить язык предков. Это не очень капитал. Вряд ли сирийские беженцы, также беженцы от войны и голода, захотят сильно сохранять лингвистические традиции прошлого. Но, допустим, китайцы в современных англоязычных странах очень хотят обычно, чтобы дети выросли способными общаться и получать информацию на мандарине, потому что, ну, это полезный навык. И экономика Китая делает мандарин уж точно не тем языком, который выгоднее и легче при переезде забыть. Поэтому будут в англоязычной стране открываться возможности дополнительно факультативного образования на мандарине. И там тоже будет сложно, если запрещать транслангвиджинг как языковую политику на языковых курсах. Да, можно декларировать, что у нас говорят только на мандарине и оставляете, мол, свой инглиш за дверью, но это вряд ли особенно рациональный подход. Далеко так не уедешь. Одно еще дело, если ситуация лингвистически чистая, то есть дети, не знающие китайский, приходят ко взрослым, которые китайский знают. Такого простого уравнения, скорее всего, не будет. Будет все сложно. Дети будут разного бэкграунда. Кто-то будет только что приехавшим подростком из Пекина, для которого мандарин родной, и он только привыкает к английскому. Просто его родители действуют на опережение и записывают его на курсы выходного дня, чтобы он свою китайскоязычную компетенцию случайно не растерял. Она у него есть. Он с ней родился. Скорее всего, такие родители говорить с ребенком на китайском, не особенно учить его читать и писать, на китайском не хотят. Совершенно нет времени. Возможно, нет просто желания. При этом, с другой стороны, в этой же группе учащихся будут детки, которые родились уже в Англии, и даже детки уже родителей, которых родились в Англии, а не в Китае. Но при этом они все же, все этнические китайцы и язык предков хотят в семью вернуть. Тем более, все в диаспоре отправляют детей в воскресную китайскую школу, и никто не хочет быть хуже, чем соседи. Осложнит ситуацию то, что никакого такого одного китайского языка нету. Он только есть в названии китайский язык на русском языке. Потому что даже на английском кантонский никто не назовет мандарином, и наоборот, мандарин не назовут кантонским. А помимо кантонского еще будет энное количество других китайских языков. Да, с одной письменностью, но разным, очень разным, совершенно взаимно непонимаемым устным ковром. Да и с письменностью не все у китайцев гладко. Допустим, в Нью-Йоркском, Чайна-Тауне вывески вы увидите, и в основном они будут на традиционных иероглифах, на старописи, скажем так. Потому что китайские первопроходцы приехали в Штаты еще до упрощения письменности внутри Китая. Плюс традиционная письменность будет, я думаю, на Тайване и у эмигрантов из Тайваня. В британских Чайна-Таунах ситуация вообще, скорее всего, нестабильная. Еще лет 50 назад китайцы понаезжали в Британию в основном из британского Гонконга. Но в Гонконге говорят не на мандарине, а как раз на кантонском. Точнее, тоже все сложнее, говорят часто на обоих языках, особенно после ухода оттуда Британии. Точнее, даже на трех языках кантонском мандарине и английском. Так что в Англии в одной языковой группе в воскресной школе могут оказаться очень разные в лингвистическом плане дети. Но это еще не все. Взрослые тоже могут оказаться разные. Кто-то из учителей будет владеть строгой классической нормой мандарина, но эмигрировав четверть века назад, они смогут быстро подрастерять уличные слова и слова, отражающие самые современные социополитические реалии. А кто-то будет перекованным на мандарин кантонцем, потому что кантонский перестал пользоваться спросом. Гонконг от Британии, спойлер, отсоединился. А вообще кто-то будет в этой же самой языковой воскресной школе из Сингапура или с родным диалектом Хакка, чего не бывает. Так что ничего не остается в таком лингвистическом плавильном котле, как только наш дорогой транслангвиджинг. Опсика транслангвиджинга применима к диалектным контактам и сварам, а также к ситуации с существованием близкородственных языков. Транслангвиджинг идет вразрез с так называемым здравым смыслом. Да, я не оговорился, но здравый смысл — это часто совокупность расхожих предрассудков и расхожих стереотипов, которые лингвистически ни на чем не основаны. Лингвистические языки, как это ни контринтуитивно, вполне себе равны, как знаковые системы. То есть даже у самых низкоразвитых народов будет язык синтаксический, морфологический, фонетический полноценный, ничем не хуже крупных мировых лингвофранков. Язык примитивных народов, туземцев, чукч, пигмеев, аборигенов, ничуть не примитивный. Да, часто даже более грамматически наворочены, как отмечают исследователи, потому что, ну, есть похожая на правду гипотеза, что большие языки в процессе перехода на глобальный уровень, они умеют и имеют некоторую тенденцию упрощаться, при том, когда их в большом количестве учат люди, которые в этот язык не родились. И так, с поколения в поколение. Еще трансформиджинг показывает, что можно переходить между родственными языками и их смешивать, и не быть при этом стимплотизированным, как носители какого-нибудь суржика. У людей в целом надо отметить есть склонность к предрассудку монолингвальности. Родители по всему миру боятся, что если дети будут сохранять непрестижный язык или диалект, то на государственный или глобальный у них уже не останется мозговых ресурсов. Что на самом деле не так. Также, если кто-то смешивает языки и диалекты, то сразу разрастается свара, и люди кидаются обзывалками типа суржик, синглиш, свенглиш, шведский плюс синглиш, рунглиш, какая-нибудь белорусская несчастная тросянка, тросянка, кажется, и так далее по списку. Но если вариант выполняет коммуникативную функцию, то лингвистически почему бы не оставить его в покое и не быть заложником монолингвальности в виде понятия языке, который может существовать только в иллюзорном чистом виде. И если кто-то владеет языком пограниченной функциональности, то это порицается или служит основанием для комплекса неполноценности, порождая языковые оратки, о которых я рассказывал в сравнительно недавнем другом видео. Транслейнбиджинг отходит от сугубо лингвистических трактовок и приглашает взглянуть на окружающую языковую действительность социолингвистических и исторических точек зрения рассудков. С другой стороны, транслейнбиджинг не позволяет провалиться в идеологические споры и дает возможность вернуть чисто лингвистический концепт. Да, звучит, наверное, противоречиво, но давайте, что называется, разбираться. Так как уже отмечалось, феномен больших именных языков это часто чисто лингвистическая реальность. Чисто лингвистическая реальность довольно объективна и в целом нейтральна, ей неинтересны политизированные идеологемы, и при помощи транслейнбиджинга можно взглянуть на эфемерность именных языков и увидеть, что они во многом условность. Как было выше мной обозначено концепцией современного английского или русского языков, это во многом романтическая придумка, завязанная на таком же сомнительном узком понятии нации и этноса. Английский для англичан, русский для русских, валийский для валийцев, или же преодолевая узкое понятие нации, мы очень рискуем провалиться в более широкую большую ловушку, а именно в империалистический империализм и такую колониальную повестку, где английский не для англичан, а для жителей Британской империи или ее осколков, русский не для русских, а для россиян, а балийский для жителей возможно независимого внутри Евросоюза Уэльса. И это не сильно лучше такая империалистическая повестка, так как тогда придется жить с иерархией, где если язык империи, то это важно, а все остальные языки фиг с ними, поэтому забудем, скажут татарский ради русского, а русский забудем, в свою очередь, ради более сильного и крутого пахана в лице языка английского. Транслэнгвиджинг же стирает грани между языками и развивает националистическую или имперскую риторику, а вместе с ними дискриминационную политику. В пределах одной головы транслэнгвиджинг тоже полезен как принцип полиязычия, потому что почему-то считается, что если уж владеть языком, то непременно свободно и в совершенстве, иначе не засчитывается. Полагают еще, что на языке иностранном надо обязательно уметь разговаривать. Если ты не разговариваешь на языке, то, скажем, если ты читаешь толстяные романы на этом же самом языке без словаря и все понимаешь, то это тоже не засчитывается. Такой вот приоритет спикинга. И опять же, если в своем четвертом по счету языке ты делаешь много ошибок, все же пытаясь разговаривать, то тут же скажешь, что не повод радоваться человек не повод радоваться тем, что человек четвертым языком овладел, либо овладевает возможность сказать, что если без ошибок или без акцента говорить человек не может, то опять же не засчитывается. И эта риторика не просто агрессия, направленная вовне, это часто аутоагрессия. Человек изводит себя, что знакомый сдал немецкий на сертификат B2, а ты только на B1. И это часто, это распространено. Транслангвичинг в данном случае позволяет с собой хоть как-то примириться и с окружающими тоже понимаешь, что тиражируя стереотип моноливальности, они неправы и не имеют права бросить вас камень. Транслангвичинг помогает поставить ну как бы все на свое место. И мне лично в частности. Потому что да, в моем репертуаре много языков, но со всеми у меня разные отношения. Английский, русский я знаю на уровне монолингвальных претензий, будучи носителем или аналогичным эквивалентным носителю, но при этом я английский знаю гораздо лучше русского в том, что касается языковой системы. я его так изучал. Русский для меня родной, о нем я часто не задумываюсь и правила, естественно, толком не знаю. В случае с другими европейскими языками я в основном на них читаю и слушаю аудиокниги, но при этом люди иногда ну как-то что ли разочаровываются, когда я сообщаю, что не разговариваю, например, по-итальянски, а только книжки читаю. Да и с книжками, когда языков много, то иногда бывает, что до какого-то из них не доходят руки. И тогда надо пару-тройку часов или дней, чтобы вернуть беглость в том же чтении. И тем более в аудировании, потому что языки как бы ржавеют от неупотребления. Моим русскому и английскому да ржавение не грозит, а всем остальным вполне грозит. И тут выручает транслангвичинг, снимая ориентиры на владение турецким, как будто и родился в Стамбуле у родителей турков. Поэтому да, я уже года два с половиной с турецким толком не взаимодействовал, но будет время и желание, я к нему вернусь и без проблем. И он тоже мой. Если сейчас не до турецкого, обесценивать добрую сотню часов, на самом деле, я думаю, больше, которые я на турецкий потратил, совершенно нет оснований. Если он, мой турецкий, подоржавел или как вулкан уснул до поры до времени, это тоже окей. На все языки человека в равной степени не хватит, если, конечно, он не моноглот, либо серийный моноглот, то есть знает два-три языка и на большее не претендует, а только до конца жизни готов шлифовать эти свои два-три языка. Нет, транслангвичинг позволяет мне утверждать, что я могу с языками взаимодействовать, как я того хочу и как могу, и думать на всех сразу или не на одном из них, потому что понимать дискурсивного языкового мышления есть еще образно и много других модусов. Мозг человеческими лингвистическими способностями, потенциями и компетенциями не ограничивается. К счастью. Если возвращаться в классные комнаты, то могут быть совершенно разные расклады, для понимания которых и для функционирования в них же транслангвичинг оказывается очень полезной штукой от младшей школы до вуза. В нашей школе, как и в семье с маленькими детьми и транслангвичинг, как ежедневная практика напрашивается сам собой. Особенно в многоязыких таких вот мегаполисах в Нью-Йорке, в Лондоне, там вряд ли себе возможно представить исключительно монолигвальный класс в начальной школе, ну по крайней мере в 20-х годах 21-го века. Нереально. И это не только будут беженцы и просители убежища с их детишками. Это еще будут экспаты из транснациональных корпораций, которые приехали в страну из другой страны Первого мира, но в которой основной язык не английский. Это еще экспаты плюс дети легальных трудовых иммигрантов, трудовых иммигрантов из рабочего класса, как было в до-брекситовом Соединенном Королевстве с поляками и румынами. Плюс к этому можно добавить детей потомков иммигрантов в энном поколении, которые могут сохранять язык предков у себя дома. И у ребенка ведущим языком будет, скорее всего, английский, но он будет не одним единственным языком владеть. Возможно, если ребенок второго поколения иммиграции, то родители его с ним в основном говорят на своем первом языке, потому что английский может быть слаб и сложен также и с третьим поколением, которое воспитывают не самые англоязычные бабушки и дедушки тоже. Ну и с такими детишками, конечно, учитель может встать в позу и сказать, что тут у нас Англия, или тут у нас Америка, и поэтому только инглиш. Но дети все равно дети, и они быстро найдут себе товарища по совместному первому языку и будут разговаривать не на английском. Или просто будут заторможены в ступоре, когда от них будет требоваться перформанс на непонятном еще английском. Так что продвинутые педагоги принимают трансландвижинг как методическую установку и не подавляют многоязычие детей, а им пользуются. Во благо, хотя бы минимально и декларативно для начала. Например, просят на рисунках делать надписи на двух языках или писать, я не знаю, мини-сочинения в параллельном виде с одной стороны на английском, с другой на родном или первом языке. Также преподаватели могут с интернетом без труда развешивать в классе всякие доброжелательные учебные фразы на родных языках своих учеников, которые преподаватель не знает. Еще можно подключать родителей, которые будут помогать детям с домашним заданием на родном языке, особенно если это математика или информатика не сильно лингво-интенсивный предмет. Да, слишком много транслэнгвиджинга в таких нью-йоркских и лондонских классах часто не получится, но даже в виде демонстрации, декларации, доброжелательности ко многим языкам транслэнгвиджинг уже достаточно как базовый минимум, чтобы дети как минимум не стыдились, что у них не очень все получается на английском. Пока. Так что билингвальность надо праздновать, а не подавлять. И уважать детей, потому что им реально сложно, они адаптивны, в том числе лингвистические, в молодом возрасте довольно пластичные и могут вырасти с английским без акцента, но это не значит, что у этого нет своей цены, стараний, фрустрации. Главное, чтобы не было слез и сильного отчуждения. И показуха в отношении транслэнгвиджинга в данном случае неплохо, а хорошо, потому что как раз стоит задача именно показать ученикам, что билингвальность это хорошо и нормально, а не то, что у нас тут дефективные дети еще не вполне владеют английским, какой ужас. Гораздо больше простор у транслэнгвиджингов классов, где английский пусть и основной язык, но где у учеников один не английский язык. Например, престижная английская спецшкола в Китае или двуязычная испано-английская школа на юге США. Там можно найти билингвального преподавателя, хотя бы частично билингвального, что с испанским, например, не сложно в Штатах. С китайским в случае престижной платной школы тоже не сложно, хотя если родители хотят носителя, то пусть будет носитель. Но он может использовать родной из заключающихся опосредованно, разрешая и поощряя коммуникацию учеников ни на английском, ни с учителем, а друг с другом. Особенно помогает, если, например, какое-то слово непонятно, или концепт сложный, или задание многоступенчатое и совсем не очевидное, то пусть в таком случае те, кто понял по-английски, пусть они переведут и объяснят на китайском или испанском для запутавшихся. А еще лучше в таком контексте привлечь параспециалиста, то есть билингвального ассистента. Вообще, в Западной Европе довольно много параспециалистов от парамедиков до паралиговов, потому что, чтобы возиться с бумажками и печатать петиции по шаблону, не надо высшего юридического образования. 10 лет практики и сданного экзамена на лицензию адвокатской деятельности. А можно быть просто подрабатывающим второкурсником и просто человеком, которому нравится печатать петиции по шаблону, а не заниматься нервной или ресурсоемкой судебной адвокатурой и общаться с клиентами и уголовниками напрямую. Также и для оказания первой помощи или рутинной работы с документами сотруднику не нужно 10 лет учиться на врача, но лично с преподаванием. Можно и нужно пользоваться параспециалистами и парапрофессионалами, что по-русски звучит так, что язык сломаешь, поэтому назовем их в данном случае, в данном контексте транслангвиджинга ассистентами преподавателя, которые могут помогать отстающим, например, с домашним заданием и в частности помогать тем ученикам, у кого проблемы не столько интеллектуальные, сколько лингвистические. И также в условиях, когда преподаватель основной не знает языка учеников, и тогда здорово иметь в классе такого недорогого сотрудника, который знает и английский в достаточной степени, чтобы понимать основного преподавателя, язык учеников он знает, чтобы им объяснить и переводить, и подыскивать материалы на их языке, потому что кому-то из учеников нужны лингвистические костыли, пока они не дойдут в английском до определенного уровня. Да, костыли слово некрасивое. Извиняюсь, оно подразумевает инвалидность. Ну, скажем, не костыли, а строительные леса. Слово scaffolding английское строительные леса в этом смысле вполне общепринятый методический термин. И лучшие строительные леса это, как правило, родной язык учеников, которого совсем не надо бояться. Им надо этим языком пользоваться, в том числе, чтобы совершенствоваться в языке новом. Это абсолютно естественно. В отличие от мифов монолингвальности, которые, я не знаю, кто придумал, но, скорее всего, как раз монолинговые маркетологи, чтобы продавать носителей как чудо-средство по преподаванию языка за внушительные деньги. Это про школу. В данном случае начальную. А какое место у транслангвиджинга в УЗИ? Ну, в том, что называется EMI, аббревиатура English Medium Instruction. Отличий больших нет. EMI это англоязычный ВУЗ или ВУЗовская программа в неанглоязычной стране. Там транслангвиджинг будет в виде билингвальных преподавателей, ассистентов для монолингвов и доступных учебных материалов на двух языках. Тут все вполне себе несложно. Но вот что делать с британскими, австралийскими или американскими ВУЗами, которые вообще задумывались как ВУЗы для собственных англоговорящих граждан. Но ситуация коренным образом поменялась. ВУЗы в англоязычных странах как раз во многом благодаря английскому языку очень спешно и сильно интернализовались, стали интернациональными. Например, в магистратурах в Глазго и в Бирмингеме, в котором я имею непосредственное отношение, в них британцев меньшинство, большинство составляют китайцы и ребята из Индии, точнее сказать, граждане Индии, КНР, Тайваня, Пакистана, потому что я не имел в виду довольно заметных и многочисленных граждан Соединенного Королевства с индийским происхождением. Так вот, как относиться к неанглийским языкам в таких контекстах, в британских контекстах? Есть ли место в них нашему транслангвиджингу и если есть, то каково это место? С одной стороны, тут уж точно хочется встать в такую монолингвальную позу даже мне, потому что иногда читаешь исследования про интернациональные когорты британских язык и начинаешь постепенно возмущаться и злиться. Там студенты, особенно китайцы, те же откровенно в многочисленных интервью исследователям жалуются, жалуются на то, что им английского не хватает, что им очень, видите ли, сложно и не все понятно, а опыт преподавателей и опять же педагогические исследования, методы наблюдения в университетских аудиториях, они показывают, что китайцы не очень вовлекаются в процесс, и преподаватель разговаривает больше сам с собой, а у студентов молчание, скучание и ахи-вздохи в виде невербальной реакции на задание. Они по-английски, эти студенты не очень хотят говорить и говорят, и даже обычный транслангвиджинг с ними не очень работает, на родном языке учебный материал, на уроке они обсуждать друг с другом как-то не сильно стремятся. И тут первая реакция, роск на них нет, мажоры свинские, у родителей денег куры не клюют, хватает на зарубежное образование, отпрыски даже не стараются, английского им не хватает, недостаточно у них английский, не свободный, и это не иммигранты, не беженцы, которые от войны и кровожадных режимов бежали, не дети малые, которых привезли и не спросили, это студенты, и к тому же магистранты, то есть им больше 20 лет. Особенно меня, конечно, возмущал несовершенный английский на прикладной лингвистике, потому что китайцы в моей когорте как раз были частью потока не лингвистического, а по части TESOL, то есть методика преподавания английского, по сути, и у них английский был нормальный, но нехороший. Как правило, я про себя, слыша их ошибки в каждом втором предложении, тихо возмущался и шипел, ну, про себя, да, не слух. Вы приехали в Англию учиться, а вам многим по 25 лет. Вы не планируете, а уже начали связывать всю свою профессиональную жизнь с английским и его преподаванием, и вы делаете ошибки. И уже до втором курсе я бы таких ошибок не сделал, при этом обучаясь крайне далеко от англоязычной страны, без частных репетиторов и спецшкол, без современных ресурсов, безлимитного интернета и искусственного интеллекта. Но эта позиция неконструктивная, не надо шипеть, не в духе транслангвиджинга это терпимее надо быть, в том числе, в том числе, надо быть терпимее к будущим преподавателям. В целом, для того, чтобы учить уровни послабей, не нужно владеть языком близко к совершенству. При этом уровни послабей в данном случае, уровни послабей, это все до уверенного С1, уверенного Advanced. Учитель с B2 по верхней кромке вполне может учить 90% групп, потому что продвинутых студентов в английском, как иностранном или втором языке, их, конечно, становится с каждым годом все больше, но все равно типичный студент это от elementary до intermediate. А чтобы с детишками малый язык учить, что-нибудь там рисовать и разукрашивать, песенки петь и считалочки считать, то вообще даже и говорить толком на языке преподавателю иностранным необязательно достаточно самых базовых знаний. Тут подойдут как раз ассистенты, или пусть ему преподает вообще на самом деле тот же самый педагог, который ведет у них другие предметы типа родной речи и арифметики. И требовать преподавателей тут высокого языкового уровня это не прагматично, и опять же миф монолингвальности, где вы язык либо знаете как родной, либо вы его не знаете, не говорите, что знаете, идите вообще прочь. Такой перфекционизм и понимание владения языком только как своим родным и близко к этому уровню это идет наперекор всей идеологии мультилингвальности, мультикомпетентности и транслангвиджинга в особенности. В рамках транслангвиджинга не бывает плохого владения языком. Транслангвиджинг это во многом философия лингвистической безоценочности. Так что так что же делать преподавателям вузов в Британии? Да, можно сколько угодно возмущаться, что студенты дурные пошли, точнее понаехали, да и местные не лучше. Помимо интернационализации с образованием еще случилась как ее зовут? Массификация. То есть в вуз стали приходить студенты не из элит, не из среднего класса, не из потомственной интеллигенции, а дети бедноты, маргиналов, беженцев и просто ребята, которые соображают довольно медленно академическими навыками и владеют слабо и 50-100 лет назад их вуз бы престижно или даже средне-британские не взяли. А сейчас берут. Можно винить администрацию, говорить, что неолиберальные сволочи захватили власть, их не интересуют знания и высокая планка высшего образования, им бы лишь студенты деньги платили. А самые прибыльные, конечно же, это студенты интернациональные, потому что они платят в два, то есть в три раза больше местных, особенно за бизнес-направление и компьютерные науки. Да и программы по методике преподавания английского есть почти в каждом вузе и там тоже в основном интернациональное большинство. Можно винить при этом алчных администраторов, которые допускают студентов к магистратурам с шестеркой с половиной по Айлдсу. Можно и, ну, вообще, то есть всякое бывает, можно и с пятеркой, только тогда пусть они как-нибудь постараются и приедут за полгода и заплатят за это как за половину магистратуры плюс за жилье заплатят и услуги на кампусе от распечатки до ланча. Потом без Айлдса с внутренним тестом пройдут беспрепятственно к основному образовательному курсу. Поэтому образовательную планку придется занижать и закрывать глаза на небезупречные академические английские в эссе и диссертациях. Опять же транслэнгвиджинг нам даст на это индульгенцию потому что можно оценивать ситуацию от противного. У китайцев плохой английский по сравнению с англичанами но он очень даже хороший очень хороший по сравнению с другими миллионами китайцев и к тому же их английский лучше чем китайский у кого-либо из возмущенных из возмущенных англичан или у меня. Это еще я имею хоть да какое-то право критиковать китайцев на факультете преподавания английского за их слабый английский как тоже преподаватели английского с английшем не слабым но моноглоты то есть англичане в Англии которые не знают никаких языков даже на уровне А2 даже чуть-чуть французского могут да конечно чуть-чуть французский знать иногда латынь если учились в гимназии ну вот им упрекать гилингвальных и мультилингвальных иностранных студентов что они иностранный язык в данном случае английский не доучили но это как-то некрасиво и уж точно не в духе транслэнгиджинга и надо за деревьями пытаться увидеть все же лес потому что за снижающимися стандартами в образовании вызванными интернационализацией массификацией вузов скрываются крайне положительные тренды в Британии в частности и в мире в целом довольно быстро увеличилось и продолжает продолжает расти число университетски образованных людей демократизация вузов их доступность большинству граждан а не только элитам это достижение ради которого можно расплатиться некоторым снижением в качестве выпускников китайцы и индийцы с не самым хорошим английским которые не все понимают и не участвуют активно в семинарах это тоже невысокая цена за увеличение общего количества английского языка в мире от которого выигрывают и все носители английского и все им владеющие и я бы сказал что и все не владеющие английским они тоже от этого все выигрывают потому что глобальная экономика с общим глобальным языком и академическими стандартами растет быстрее и от этого получают косвенную прибыль все благополучие в мире растет а внутри англоязычных стран происходит приток миллиардов которые платят за образовательные услуги люди со всего мира и ради этого опускать языковую планку опять же это стратегия рациональная ну и плюс к тому же гуманистическая транслэнгвинг также гуманизирует собственно преподавание английского и других языков потому что если границы языков размыты и билингвальность не осуждается то гораздо терпимее относятся например калькированию неанглийских выражений и предложений да с точки зрения английского синтаксиса и диаматики это раньше могло считаться ошибками а транслэнгвиджес скорее скажет что молодец человек что вообще пытается пользоваться новым языком и если для этого ему на определенном этапе органично калькировать с первого своего языка да пусть пусть калькирует пусть аутентичность английского пострадает но коммуникация коммуникация все же осуществится лучше говорить лучше говорить на немного неестественном инглише чем молчать и ждать когда английский наконец дорастет того высокого качества когда на нем будет не стыдно говорить так что такой вот транслэнгвиджинг спасибо за внимание спасибо спасибо Продолжение следует...